МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, как поведомим начальник областного управления ЖКГ, Михаил Сухаров, на протягу суток сюды будет доставлена перасовышная котельня, которая забеспечит объекты теплом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технологичная группа побывала у рейде у Мстиславским районе. У молочно-товарный комплекс Милейкова акционерного товариства НАТО по Агротехнологичная группа приезжала 27 вересня. Тады выявили недохопы. Короу еще утрымливали на поле, рацион харчевания не отладжены, антисанитарные умовы утримания живело. Як выник падение надоев молока. А что зараз? У нас сейчас падения нету, молоко остановилось, рацион уже увели. Да, посмотрим лучше, значит, наяву, что вы тут сделали. Директор господарки одразу повел у одремонтованное помешкание для коров. Усчет чисто и сухо. Тут до зимы подрахтавалися, але у другим коровнику специалисты выявили проблему зусси мне интерьерною. Татьяна Дорасилевич, смотрите, влажность. Влажность высокая. Добавить надо сухого вещества. Это ж вред для животных сегодня. До рациона кормления основное питание и зауваги. Рацион кормления ни о чем. Какое молоко может быть по этому кормлению? Никакого. Малих телят так само наведали. Отсутнейшая информация, наявность якой потребна. Они только начали, что для нас. Все есть, все добавят. Технологичная группа проверила увесь комплекс. Директор НАТО по Агрес посылался на разные проблемы с персоналом и техникой. Али обещал их выправить у худшем часе. Бо уси недохопы отмолно отбиваются на доходах предприемства и коллектива. В данном сельхозпредприятии теряют значительное количество денег, теряют из-за того, что технологические регламенты на данном комплексе не выполняются. Но сегодня мы видим, что люди почему-то нашлись, начали приводить все соответственно, наводить порядок. На сегодняшний день уже дела начинают поправляться. То есть уже начинает готовиться кормосмесь, хотя совсем пока не того состава, который требуется. Животные поставлены на зимнее стоилое содержание, разработаны рационы. То есть люди нашли в себе какие-то силы и средства, чтобы хоть более-менее привести в соответствие малышно-товарный комплекс. На это были трудности в механизации, с техникой, с обслуживающим. Как бы техника обслуживающая часто ломается. Ну на сегодняшний день все исправлено, больше такого не повторится. Ситуацию тримают на контроле у обловыконками и не только у этой господарцы. Технологичная группа не одной, чем была у господарцы Хосимский технокомплекс, где, по слову специалистов, ситуация была горш, чем у Милейкова. При посещении сегодня Хосимского технокомплекса замечания устранены, будем говорить, незначительные. Сегодня только планируется поставить гурт коров в помещение и дait его помещение. И в эту ночь оно находилось на круглосуточном содержании. Телята содержатся в антисанитарных условиях, имеют место по две головы, клетки. Используется мука собственного помола. К кровли ремонту еще не приступали. То есть, если будут какие-то осадки, все это будет попадать на кормовой стол. Будем решать. Наверное, будут какие-то меры дисциплинарного взыскания к руководству. Технологичные группы наведывают проблемные господарки и не для того, как покарать, а как вылучать недохопы и допомогать правильно подрактоваться до зимнего периода, заховать статок и молоко. Виталина Петрусеевич, Александр Тарасов, Новины региона. Представников одной из самых высокородных профессий ушановують гэтыми днями в Беларуси. У адрес наставников, педагогов и работников сферы эдукации летят самые ширые веншавания и подяки адвучняв, выпускников, батьков, представников улады. На Могилюшшине во установах эдукации працуют около 12 400 наставников и более 80% гэты жанчины. Прыкладно, столько же из них мают стаж работы более 15 год. И тяжко операционить працу тех, кто обрау своим лесам вучить дятей и допомогать им стать годными людьми. Старшиня Могилевского облвыконкам Анатолий Сашенко повиншавау династую наставников, які навучают дятей у Чавуским районе. Коли скласти педагогичный стаж у сих свояков, то отримается 210 годов працы с детьми. На святочной сустрече с Анатолем и Сашенко семья Тамары Степановны Мордачовой. Яна 47 год отдала наставництво. З їх 35 год працевала у Чавускай середній школе номер два, якую скончила у 1967-м. Учителем может быть только тот человек, у кого есть призвание. Я с детства мечтала стать учителем, моя мама мечтала об этом, мой дядя тоже был учителем до войны, и поэтому это был зов как бы крови. На теплой сустрече с керовником в области мовили про развитие адукации, бо у кожного с гостей великий педагогичный опыт. Сын Тамары Степановны Виталь тренирует молодое поколение, а племенница вучила детей немецкой мове. Зараз развивает таланты у Центра додатковой адукации. Работа с детьми – это удовольствие. Особенно, когда дети понимают тебя, когда находишь с ними общий язык, приятно. Цель, какая добиться, чтобы все дети, которые проходят обучение в данном центре у меня сейчас, и в принципе в школе, чтобы они овладели теми навыками, которыми в свое время обладали мы. А это терпение, умение, вежливость, тактичность, труд. У Чавовской средней школы номер два навучается и правнушка Тамары Степановны, Яугиня. А внук летец поступил у Минский педагогичный университет. Особистый гонор в учни, які стали наставниками-лингвистами. Они работают сейчас в школе, в нашей школе, в средней школе номер два, в средней школе номер один, на селе. И я очень горжусь этим. Як прогучало на встрече, добрые наставники потребны усюди. Особисто на малой родиме, где народился и живешь. Сергей Петлин, Дзянь Жавина, Новины региона. У Могилевской области ушиновали левших наставников региона. Сустреча собрала колеа 600 человек, которые поспехово рыхтовали детей до Олимпиад и конкурсов ветеранов адукации. Свои працы и стараниями гэтые люди допомагают молоде развиваться. С этим праздником у меня связано практически вся жизнь. 26 лет я работаю в системе образования. На сегодняшний день возглавляю учреждение образования Череповский государственный профессиональный лицей номер одиннадцать. И в преддверии этого праздника мне бы хотелось поздравить всех учителей, но в первую очередь своих коллег, потому что в этом году нашему учреждению 45 лет. Я прекрасно помню своих учителей. Это замечательные люди, которые дали мне путь в жизни, наставления, учения, помогали мне, конечно, безусловно, определить себя в жизни. Конечно, мы всю жизнь благодарны своим учителям. Мы всю жизнь благодарны тем, кто не считаясь со временем, не только в педагогические часы, в рамках определенных уроков, а, в общем-то, отдавая душу, отдавая самого себя, и выходные, и походы, и музеи, и внеклассные мероприятия и занятия, все это дало возможность познать, в первую очередь, самого себя, познать мир. Сто процентов по шпарту готовности с пожилцов тепловой энергии зарегистровано у Могилевским межрайонным отделением филиала державной установы «Энергогазнагляд». Это не только объекты областного центра, так само Могилевского и еще 7 районов в области. Так, по Могилевским отделения региструют по шпарты готовности 1912 спожилцов теплоэнергии и 594 теплокрыницы. По Могилевске в области обследовано коля 7 тысяч объектов спожилцов теплоэнергии. Як означают специалисты отделения филиала державной установы «Энергогазнагляд», на всех названных объектах поспехово справились с работами по подрыхтовце до осенне-зимового периоду. Такая эффективность стала махчимой из-за коштаго, что, сгодно с распоряджением Абалаканкама, спожилцы тепловой энергии обовязково узгадняют с филиалом державной установы «Энергогазнагляд» свои мероприемства по подрыхтовце до отяпляльного сезона. А значит, инспекторы мают махчимость проанализовать стан теплового и электричного обсталявания конкретного спожилца и пора ведь уключить у спис обовязковых мероприемств, минавитоты пункты, якие дозволить без аварийно працювать у отяпляльный период. Становчу выник принес и еще один пункт высшей названного распоряджения. Теперь регистровать пашпорты готовности необходимо у три этапы. Такий подыход дозволил «Энергогазнагляду» больше планомерно размерковать удел у комиссиях по проверке готовности спожилцов до отяпляльного сезона и больше уваги надать проблемным пытаниям. У вынику до 10-го липеня 30% спожилцов и теплокрыниц отрымали пашпорты готовности. 1-го жюня названная личба достигнула 70% и уже в вересне у Могилевским межрайонным отделением филиала Державной установы «Энергогазнагляд» было зарегистровано 100% пашпортов готовности спожилцов тепловой энергии. Специалисты филиала Державной установы «Энергогазнагляд» нагадывают, что только после отрымания пашпорта готовности спожилец тепловой энергии мая право на включение отповедных систем с початком отяпляльного периода. Процесс подключения жилевого фонду в области до отяпления протягивается першими дали тепло Бабруйский и Бабруйский район. Нагадаем, что каждый райвый конкам самостоянно принимает решение о початке отяпляльного сезона жилевого фонду после синоптичного анализа. И на сам процесс подключения отводится неколький джон. Свои пытания по подключению тепла можно будет задать жилево-коммунальные господарцы райвый конкам у понеделок третьего кострышника с 8.00 до 19.00. Так само у нерабочий час можно звертаться у службу 115. Выниковая выстава работы дельника у международного пленера в образ родимой у выявленшем мастатстве у расиста открылась у Могилевским областным мастатским музеем имя Паула Масленникова. Свои картины Могилевской публице представили 18 мастаков с 7 краин. В образ родимого выявленшем мастатстве под такой назвой у Могилевской области пройшел международный пленер по живопису 26-м разом. Выстава отрымалась разностайно у кожных мастака свой образ родимы. Конечно, это природа. Прыгожая, спокойная. У дельника пленера так само видовочного разе и стыд белорусских вёсок. И это знайшло адлюстрование на выниковой выставе пленера. Я люблю Беларусь. Сюда всегда приятно возвращаться. Отметно, что сёли и пленер просветили воду историчной памяти в Беларуси. Мастаки вандровали по Могилевской области, знайомились со славутостями и натхнялися. К тому отрымалась целая серая картин живописца у зрозных краин про палац Булгаков у кировских жиличах. Мне кажется, эти работы замечательные. Вообще, в целом, выставка хороша, потому что каждый художник внёс колорит своей страны. И поэтому и собираются пленеры, для того, чтобы обменяться опытом, получить заряд положительных эмоций и какую-то краску эмоций оставить для нас. Пленер – это, конечно, не только праца над вобразами и картины для фонда Могилевского музея. Это живые износины творчих людей из разных краин. А молодым могилевским мастакам сёлита удалось навод попрацовать у российским музея-заповеднику Василя Поленова перонять досвид ведомых мастру реализма. Диалог культур и пероемность поколению – это вельми важно для могилевского пленера. И вот в этом плане, наверное, пленер не имеет ни начала, ни конца, потому что, как нет, не имеет начала и конца самоизвозительное искусство. Но врачистом открытии выставы и завершении пленеру его удельники отрымали дипломы и подарунки. Мастаки спадяются на новое сустройчу в Могилеве, а удельникам будущих пленеров – доброе пожадание. Чтобы больше дублево относились до нашего народа, на нашей земле, до нашей спадчины. И тогда всё отрымается. За 25 годов проведения пленеру – больше полтысячи мостаков. С 37 краин створили на Могилевщине свой образ родимы. Илона Иванова, Юра Уласцов, Виталий Алексеенко. Новина региона. Вельготные надворья прогнозуют синоптики на наступные сутки. Вогля, выходные и подшаток наступного тыня будут дожжи. Так что будет мокро, але довольно тепло до плюс 17 в день по регионе. А по Могилеве – до плюс 15. Самые актуальные новины наши в области на нашем сайте и у телеграм-каналі Беларусь Шатарем Могилеву. Долучайтесь. А так само глядите нас в социальных сетках. А я с вами развитываюся. Дякую за увагу и до встречи.